Всем привет, друзья! С вами снова Катя, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака дополнение Кровь и Вино и продолжаем искать Грессмейстерские доспехи. В этот раз мы с вами пойдем за доспехами Школы Медведя, потому что они находятся ближе всего ко мне. Дело в том, что я между сериями проверяла настройки стримов именно на третьем Ведьмаке и заодно сходила снова в эту тюрьму. Потому что, ну я помню, вы мне писали про то, что якобы в этой пещере есть лестница, лестницы там нет. Но нет там лестницы никакой, вот. Там можно сломать игру и попробовать пролезть через текстуры, но тогда игра, короче, закидывает Герочку куда-то в небеса и он умирает моментально. Вот. Так, а нам с вами вообще нужно в деревеньку, которая находится рядом с этой тюрьмой, потому что, собственно, там как раз и находится задание по доспехам Школы Медведя. Герочка, ну просто давай ты поплывешь. Почему ты сразу не можешь поплыть, Герой? Вот так, конечно, издалека все выглядит не очень красиво. Немножко текстур текстурок маловато, но ничего, терпим. Добрый день, люди. С добрым утром. Удачной вам рыбалки. Ну прикольно, да? У них такое прям занятие семейное вообще рыбу ловить. Молодцы. Ох, и страшная же, Валя. Ты чё? Берега попутала, что ли? Ты у кого-то трожиха страшная. У тебя она страшная, жирная ты лошадь. Я вообще-то красивый ведьмак. Так, ну что, мы с вами сто раз здесь были просто уже. Обвалившийся дом. По-моему. Похоже, кто-то подкопался под фундамент. Или нет? Вот честно, не помню. Но у меня странно чувствуется, что мы здесь сто раз были. Так, ага. Куда ты? Еееей. Офига оно тут всё развалилось. Ёшкин хвост. Пипец. Так, я вижу там этот сундук. Сейчас, подождите. Так, спасибо. Ага. Не то, чтобы я хотела поджечь всё это. Я хотела собрать плюшки, которые здесь лежат. Кстати, а там дальше можно пройти. Ну-ка, нет, подождите. Тогда сразу сундук посмотрим. Так. Дневник Шарите Гонтран де Туфо, 17 мая 1243 года. Наконец-то кто-то ответил на объявление. Огромный как гора и бородатый как краснолюд ведьмак. Расспросил всё про заказ и говорит, что возьмётся, но денег себе потребовал столько, сколько мы на приданное для Фифи откладываем. Надо же, какая наглость. Ну, у меня не было иного выхода, пришлось согласиться. 18 мая. Ведьмак утверждает, что источник неприятностей подземное чудовище. Он обошёл всю округу и, наконец, нашёл вход в комплекс пещер у ручья в лесу Марцисента. Завтра собирается туда спуститься. 20 мая. Ведьмак не возвращается. Какой-то эльф из города спрашивал о нём. Надо же, дал наш адрес нелюдям, какая наглость. 27 мая. Ну всё, больше я ведьмака никогда не найму. 10 дней будет, как он взял аванс и пропал. Вещи, которые он оставил, я собираюсь продать, чтобы хоть немного покрыть убытки. Жалко, что это в основном барахло, которое никто и купить не захочет. На кого бы не охотился этот ведьмак, охота была неудачной. Надо быть начеку. Барахло? Ты с ума сошла? Барахло! Так, там ходят всякие твари, поэтому давайте сделаем вот так сейчас. Где там моя киса? Кис, 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 кис. Я вечно забываю, как она да. Вот, отличная кошка. Так, киса, 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 киса. Так, и Рафар, всё. Сохраняемся, квынемся и погнали. Тут какие-то твари ходят. О, тут у нас призраки. Так, похоже, это всё, да? То есть, в принципе, это не стоило того, чтобы надевать, пить ради этого кошку. Ну, ладно, ничего, помедитирую немножко перед выходом. Так, что у нас тут? Дневник влюблённого клерка. Решено. Завтра её спрошу. Живём-то один раз. Мы условились встретиться в нашем обычном месте в полдень. Клариса отпросилась на полдня, а я тихонько ускользну из контора. Этот старый дурак, мой начальник, ни за что не заметит моего отсутствия. А если заметит, что с того? Я молодой. На эту другую работу. Хотя, если Клариса узнает, что я лишился работы, она может мне отказать. Я бы давно уже сделала ей предложение, если б не знала, как сильно она боится бедности. Она никогда сама этого не говорила, но я вижу, что это очень её беспокоит. Но чего же мы ждём? Вместе вести хозяйство гораздо проще и выгоднее, и главное, нам больше не придётся встречаться тайком. Я хотела бы пригласить её в одно из лучших заведений в Баклере. Тысячу раз я себе это представляла. Ухоженные официанты подают нам фуа-гра и фруктовое мороженое. Клариса сидит на атласной подушке, её роскошные чёрные волосы спадают на плечи. Она выглядит просто прекрасно. Самая красивая женщина во всём зале. И я достаю кольцо с бриллиантом. Беда в том, что я ни за что не мог бы себе этого позволить. Я даже, будь мне всё это по карману, Клариса всё равно бы настаивала на том, что ей достаточно и простого серебряного кольца. А деньги лучше потратить на наш собственный дом в верхнем городе, где мы откроем мастерскую, в которой она сможет продавать шляпы. Завтра я сделаю ей предложение в заброшенной винной пещере, где мы провели столько прекрасных часов. Клариса никогда не жаловалась ни на паутину, ни на старые бочки с вином. Но завтра всё это закончится. Как только мы поженимся, я перенесу её через порог своего дома. Там будет тесновато, но, по крайней мере, для кровати место найдётся, и там не будет паутины. Пока у меня только простое медное кольцо с самой дешёвой красной стекляшкой. Но я обещаю, через год на её пальце будет серебряное кольцо с настоящим эметистом, или, может быть, даже рубином. О, Клариса, я жду не дождусь завтрашнего дня. Думаю, сегодня мне заснуть не удастся. Ой, да. Бедные ребятки. Жалко их. Так, ну что, давайте помедитируем здесь часик, чтобы кошка закончилась. Отлично, спасибо. Я тут ещё, кстати, между сериями ходила к этой, к статую Роджинальда. Помните, которой мы яйца возвращали? Короче, если яйца погладить, то мы получаем бонус, который позволяет нам бегать без расхода выносливости. Прикиньте. Прикольная штука такая. Но я поржала. Там, когда Геральт подходит к этой статую, он такой, не могу поверить, что я это делаю. И гладит эти бронзовые яйца у статуи. Это просто, господи, такой ор. Это прекрасно. Так, мне показалось. А, мне показалось, что кто-то пролетел. Мне показалось. Так, всякие живности. Сохранись, Геральт. Спасибо. Так, куда я... Новая отметка вход. Ага, вот оно, да? Ну-у-у, да. Ну, бочки тут остались. Так, ага. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот, записка. Предупреждение. Внимание, за разрушение строений на поверхности ответственность несет чудовище, которое роет туннели под землей. Не знаю точно, пока что это за существо, за мной не входить. Не стирать моих знаков на стенах, потому что по ним я должен вернуться. Юнот из Бельхавена. Доставил знак своей школы на стене. Умно. Надо еще такие же поискать. Не, вообще, молодец. Так. О, ну, отлично. Сколопендроморфы, мать их. Твою мать. Воу-воу-воу-воу-воу. Я думала, что я увернулась. Ай. Да блин, Геральт. Ты серьезно, что ли? Сдохни уже, тварь. Поганая ты, тварина. Мать тебе, заново перемать. Так, знак еще раз. Опять знаки. Куда они меня приведут? Так, здесь достаточно темно, поэтому мне надо опять выпить кошку. Потому что я реально ни хрена не вижу. Господи, где она? Вот она. Так, пьем кошку. Но так хотя бы лучше видно. Конечно, все серое теперь, но... Что поделать? По крайней мере, теперь хоть видно, что происходит вокруг. Так, давайте сохранимся. Спасибо. Так, Квен. Что у нас тут? Грибочки. Грибочки, грибочки. Спасибо. И бухло. Грибочки и бухло, это прям то, что надо, ага. Здесь стоит осмотреться. Так, еще один знак. Мне кажется, что вот тут вот прям перед нами выход находится. Мы, возможно, к нему придем. Так. Знак у нас вот здесь, да? И вот здесь. Отлично. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что? Дневник юнода из Бельхавена. Сучья кровь, не надо мне было браться за этот заказ. Я все еще не знаю наверняка, с каким чудовищем имею дело и боюсь, что не смогу должным образом подготовиться. Как же я был глуп, когда стал играть на деньги, отложенные на изготовление доспехов. Эльфы только и ждут, чтобы вытянуть из человека последний грош, да и сквала ей с туфой ничуть не лучше. Ну, да что ж теперь себя жалеть? Без полного доспеха мне возвращаться незачем. Мне не остается ничего другого, как спуститься глубже. Как-нибудь справлюсь. Он так рисковал. Видимо, очень был нужен ему этот панцирь. Эти чертежи мне точно пригодятся. Так, а вон там что-то есть. Мне кажется, что мне туда надо... Мне туда надо спуститься. Я сохранилась на всякий случай? Мне кажется, что тут что-то будет. Неспроста здесь открытое пространство. Тут такое ощущение, что, знаете, чье-то убежище. Так, вон там еще руда. Я просто, знаете, как-то немножко опасаюсь выходить на середину, потому что боюсь, что там что-то случится обязательно. Так, ну вроде здесь ничего не случилось. Ой-ёй-ёй. Так, а выхода здесь нету, да? Вот у нас вот тут вот какая-то тварь. Нет, снаружи какая-то тварь. А выхода здесь нет. Я была уверена, что здесь есть выход, но тут чье-то... А, чье-то убежище. Так, ну ясно, у меня здесь не выйти. И кошка уже скоро закончится. Надо выходить отсюда. Так, ну ясно, тогда возвращаемся тем же путем, что и пришли. Нет, Геральт, тут надо залезть. Вообще, по идее, тут должно быть достаточно скользко. Так, ну всё, кошка сейчас закончится и... Давай-давай-давай, закачивайся, а то слишком ярко всё. О, вот так отлично. Так, и давайте сходим сегодня... Так, что у нас ближе, Монтикора или Волк? Так, Монтикора достаточно далеко. О, а Волк достаточно близко. В принципе, мы можем здесь... Ну, на лошади доскакать можем, в общем-то. А здесь миленько. Привет, Платвичка. Так, сохраняемся игра. Сохраняемся. Спасибо. Вот у меня как-то фигово что-то вот... Не знаю, я уже жаловалась, но у меня почему-то очень плохо работает F5 на клавиатуре. Казалось бы, с чего. Учитывая, что я этой кнопкой пользуюсь достаточно редко, и то только в Ведьмаке. Ну, дичь, короче, какая-то. Давайте щиток прокатимся, посмотрим на красоты Тусэнта, Баклера. Как же мне здесь нравится, ребята, это вообще просто вот... Я прям какой-то эстетический кайф получаю каждый раз, когда я захожу в эту игру. Как-то вот при игре в Каменные Сердца у меня такого не было. Потому что Каменные Сердца, в принципе, достаточно мрачные. Я еще хочу, знаете, куда сходить? О, какая дорога интересная. Это я где? А, тут типа сделали даже прям шоссе. Так, неизвестное место. Мы тут добрались до какого-то... Давайте посмотрим, что у нас тут. Мне кажется, что здесь заброшенное... Да. Так, опустевшее селение. А, у нас тут вот кто. А, у нас тут вот кто-то... Славится пророк Лебеда! Свою бак! Сто тысячный! Мою бак! Ребятки! Мали ее! Работа, уходим! Выше глаз! Да! Все? Я надеюсь, что да. Ей! Спасибо! Не за что? Не за что. Я сейчас тебе, мил человек, поп... Так, а ну-ка. Приказы на куске свиной кожи. Задание простое. Вам надо перетрясти склады на пристани Фраэнте. Забрать все запасы жратвы и валить в ритме вальса. Вокруге полно бродячих идиотов и гвардейцев. И ее усразиство. Филиберт. Ясно. Такая рука отрезанная лежит. Красота. Я вас не слышу, уважаемый. Давайте сходим вот еще по вот этому месту. Потом сходим по вот этому месту. И потом пойдем в руины этого дворца. Тут какие-то были призраки, насколько мне помнится. Потому что я здесь была. Вроде бы. Ну, короче, надо потихонечку нам открывать с вами карту, ребят. Потому что, ну, как-то, не знаю. Все закончилось? Спасибо, ведьма. Не мазащу. Ой, простите, простите, простите. Я достаточно неуклюжая. Извините, такое бывает. Так. Бронник. А, бронник? Блин, тут, наверное, ничего забирать нельзя, да? Потому что тут, типа, гвардейцы ходят. Ну, ладно. О, нет. Че? Опять беженец с севера. Что тебе нужно? Я только что спас тебя, если ты не заметил. Да, да. Потому что хотел награду получить. Знаю я вашу породу. Давайте ему в бубен дадим. Само собой. Плату я с тебя еще возьму. А сперва, дай-ка поглядеть на твои товары. Хм. Ну, погляди. Только не трогай ничего. Да заплати за все сразу в твердой валюте. Тебе ясно? Чем тебе так нордлинги не угодили? Кроме того, что они воры, лжецы и бездельники? Да ничем. Ну-ка. Капец он вообще, я не знаю. Подмастерь у него 10 тысяч. Однако. Что я тебе еще могу продать? Ну, вот эти всякие штучки. Так, вот это всякую хрень нам продавать надо. А-а-а, так, надо починиться. Спасибо. Поразбирать, что ли, всякое такое? Или ладно уже? Ладно, давайте пока ничего разбирать не будем. Пусть поваляется. Мне пора... А что тут за вот эта хрень такая? А, ведьмак Геральт из Риви причинил серьезный ущерб правлению гильдии Бондаря. Идите-ка вы нахрен, блин. Лотва! Лотва! Мы с тобой пойдем смотреть новое место. Все. Удачи вам, люди. Так, по-моему, это через мост. Ух ты, как красиво. Ой. Милота, милейша. Так, там куда-то налево. Так, они меня заметили. Уже. Ну, давайте. Быстрее! Твою мать. Я застряла! Я застряла в гребаном усту. Господи, пусть я. Как правильно, боже. Все? Серьезно? Ну, раз серьезно, то тогда все, забираем. Сейчас лут с них. Ага, спасибо. Что у вас тут еще полезного есть? Сейчас сначала лут, потом... Потом все остальное. Так, дневник профессора Ноэля Ивора. Дневник ввелся хаотически, в нем множество пятен, клякс и разных невразумительных пометок, записи не датировано. Каждый день я жалею о том, что сказал тогда. Как я мог быть так глуп? Почему не согласился стать ее ассистентом? Паршивые амбиции. Изабель, прости меня. Конец бездействия. Я отправляюсь в Тусэнд. Если я найду тебя живой, Изабель, то паду к твоим ногам и буду молить о прощении. А если... Если тебя уже нет... Довольно жалеть тебя. Время приняться за работу. Я выбрал самых способных и самых усердных студентов, а своим завестителем назначил самого сообразительного адъюнкта, Филиппа Барута. Канцелярия Академии утвердила план нашей экспедиции, нам остается только получить снаряжение и в путь. Невероятно, Филипп имел наглость обратить мое внимание, что есть бутерброды с яйцом во время путешествия в закрытом транспорте, это дурной вкус. Какая наглость. И подумать только, что я ценил его выше всех своих адъюнктов. Он вряд ли мог хуже начать восьминедельное путешествие. Несколько страниц с клееной какой-то жирной субстанцией. Майонезом? Мы приехали. Я боюсь войти в эти руины, боюсь того, что там обнаружу. Думаю, у меня недостаточно сил, чтобы взглянуть в лицо правде. Этот наглый, самоуверенный молокосос Филипп Барут доведет меня до белого коленя. Он упрекает меня в лени и нерешительности. Как он смел бросить мне в лицо такие обвинения при других участниках экспедиции? Он не понимает, кем была и кем для меня по-прежнему остается моя возлюбленная Изабелли. Я не хочу. Я не смогу узнать правду. Я отправляюсь. Пока что один. Не хочу, чтобы меня видели, когда я найду. Начну поиски с руин усветилища у реки. Так, ясно. Похоже, он так ничего и не нашел. Записки о дъюнкте Филиппа Барута. Первый день месяца Бирки. Я с первого дня жалею, что согласился участвовать в этой экспедиции. Само путешествие займет у нас 8 недель. Кроме того, я не верю, что кто-либо из пропавшей экспедиции Изабель Дюшамп остался в живых. Прошло уже несколько лет. Профессор Ивар взял с собой в дорогу бутерброды с яйцом. Несколько страниц склеены какой-то жирной субстанцией, вероятно, майонезом. Четырнадцатый день месяца Блаты. Мы прибыли. Профессор Ивар дал распоряжение разбить лагерь вблизи руин Термеса, место, где пропавшая группа профессора Дюшамп должна была проводить исследование. Потом выпил две бутылки вина и пошел он спать. Шестнадцатый день. Руина Термеса. При самой мысли об этом у меня бегают мурашки, но я уверен, именно в самых руинах мы должны начать поиски. Тем временем профессор слоняется вокруг бесцельно и большую часть времени проводит за бутылкой. На мои предложения отправиться вглубь леса и поискать там следы экспедиции, он пожал плечами, намекая этим, что я навязчив, и пытаюсь перехватить руководство экспедиции. Восемнадцатый день. Профессор пропал. Он ушел вчера до полудня и не вернулся вечером в лагерь. Сегодня мы отправляемся на поиски. Может, это выпивоха отважился наконец навестить руины? Ну, знаете, похоже, все дороги ведут вот в эти вот самые руины, как раз таки, в которые мы сейчас с вами и пойдем. Надо только сохраниться. Все дороги ведут вот в эти руины. Ну, мы в них дойдем по заданию, а сейчас тут какие-то пещеры, и хрен знает, что вообще происходит. Сейчас разберемся. Так. У меня есть нехорошее предчувствие на тему того, что здесь у нас будет целое... Ну, волки, это ладно. Меня больше беспокоит то, что здесь будет целая куча призраков, возможно. Так. Это у нас еще что такое? Вот так-так. Ребята, смотрите, что нашла. Я думаю, что мне в итоге сюда надо будет. Так, стопа. Что это такое? Письмо Георга Херберта. Дорогая Хедвига, ты была абсолютно права, когда отговаривала меня от этой экспедиции. Но почему декан факультета археологии отдал все руководство в руки этой четвертельфки? Кто нашел фиолетовый рубин Айенгин, я или она? Ты должна знать, что ведьмак все-таки вернулся. Рубин снял барьер, как я с самого начала и говорил, и позволил обследовать то, что за ним. Ведьмак, представь себе, почти убедил эту Дюшамп вернуться в город с дополнительной охраной. Мы же не знаем, на самом деле, какие опасности там поджидают. Вот как люди умеют поднять себе дневную ставку. Дюшамп сразу же подхватила эту мысль и вспомнила предание, согласно которому на гробнице должно лежать проклятие. Однако я убедил коллег не верить в эти сказки. А если кто-нибудь из нас между делом убежит и попробует разграбить ревскую сокровищницу? Ты ведь знаешь, что согласно моему переводу, слово наиценнейшее может означать только одно. Утерянную сокровищницу короля Девитафа. Мы идем. Пятна крови. Далее неразборчивый за пятен крови. Ведьмак был прав, не надо было нам туда заходить. Это место проклято, мне едва удалось бежать, я выбрался и вынул рубин. Портал закрылся, я в безопасности, но остальные... Вот так так, ребята, вот так так. Ну давайте проверим, что там с этим рубином. Так, нет, подождите. Я зачем-то пошла не туда опять. Ну что, сохраняемся, квенимся и вперед. Ну, с богом, ребятки. Так. Как-то лучше. Я так и знала. Тут баргисты. Ох уж эти призрачные псы. Ну, вы помните, мы их с вами встречали в Трастамаре. Мы их с вами видели в Трастамаре. Так, вот это я так чувствую, выход. Закрыто нужен ключ. Ну что, ребята, пойдемте тогда. Вообще, жесть, конечно. Так, еще и вот что. Скалопендроморфы. Мои обожаемые просто. Ха-ха-ха. Треть! Треть! так отлично но это сбоку хорошо так место силы тут у нас есть так стоп еще происходит не любишь серебро а так еще и вот что у нас ух ребята ну вы меня конечно того заставить врасплох должна сказать а я еще что-то не заметила что я тут падаю типа вниз так что у нас тут есть нас тут плюшки и где-то надо мной место силы находится надо бы к нему надо бы к нему потом подняться так что они баклерского мастера или что-то там такое похоже сумка принадлежала ведьмаку так а вот и первые чертежи дневник аддона из кареаса собственно мне не следовало удивляться что мастер тенса эль захотел так много за изготовление гроссмейстерских доспехов нет на свете другого такого мастера а я ведь повторял весь миру что того что он мне с собой дал едва ли на один серебряный меч хватит я уже такой кусок пути протащился сюда из каэр морфина и зачем придется присмотреть какую-нибудь работу позднейшая дописка сегодня тель саэль тенса эль познакомил меня с руководительницей экспедиции археологии наверное фрагмент неразборчив по крайней мере договорился договорились я обошел округу и мне кажется все спокойно хотя поблизости от руина мне несколько раз задрожал медальон поэтому я посоветовал ему разбить лагерь чуть подальше от главного входа кто знает что там может внутри водиться говорят о каком-то проклятии так что не удивлюсь если мы наткнемся на призраков а может она баргистов на мог бы взять с них побольше завтра начинаем исследование в туссент по просьбе веси мира очень жаль что для этого волка так все закончилось за так немного осталось на свете да вот мне интересно вот реально кроме собственно наших ребят и нас кто-то еще из школы волка есть или нет эпитафия король девятов здесь почит наш отец он погиб чтобы другие могли жить все-таки это действительно сокровищница но гробница по крайней мере короля девятов а так а вот и старый эльфский ключ чтобы я могла выйти а у нас там призрак ходит но такое себе и мы не будем с ним драться пошел он в баню чтобы никто сюда больше не ходил на всякий пожарный так ну что где-то там дальше вместо силы я думаю что есть смысл к нему сходить так она где-то вон там вот да наверху так магия это место силы ей я могу здесь подняться ей отлично вот здесь гераль тоже надо подняться отлично так а где у нас место силы ой ладно сейчас будем разбираться так ну и куда мне идти спрашивается теперь то место силы выше находилась то теперь она ниже а место силы возможно здесь кстати да вот и она спасибо спасибо и спасибо так что такое я не так что-то я не поняла какой-то тут баг я зажимаю е но он вот на третий раз работала спасибо так что у нас тут есть спасибо так вроде бы это все да ну вроде когда все пойдемте отсюда геральт что что не нет сама не идешь быстро вот спасибо так нам нужно обыскать лагерь он у нас где-то здесь где-то он у нас здесь или не здесь вообще тут так это самое написано обыскать подземелья под руинами но вообще я их обыскала ладно давайте пойдем в лагерь потому что я уже как бы здесь чертежи забрала поэтому мне здесь уже ничего не надо поэтому сейчас залезем здесь еще раз место силы опять начало свои звуки издавать не знаю зачем ну да ладно так что у нас здесь так вот что-то я нашла дневник изабель дюшамп дневник археологической экспедиции профессора изабель дюшамп раскопки ведутся по поручению университета в оксинфурте их целью является изучение древних эльфских руин термьес а затем локализация обнаружения под ними подземелья при помощи фиолетового рубина из айд гинвэль 26 марта мы добрались до тусэнта одного из марионеточных княжеств нильгардской империи дорога прошла удачно видимо кстати знаете вот что я заметила где-то дневники переведены с вот такими названиями месяцев обычными до привычными нам мартом февраль октябрь некоторые записки вот как например был вот этот вот дневник филиппа борота да там вообще месяц блат и месяц бирки они какие-то такие но названия немножко непривычной довольно странно что посиди project они пришли в этом плане к единому знаменателю хотя может быть так оно и должно быть ну да ладно 27 марта мастер тенса или местный эльф не советовал нам углубляться в развалины на всякий случай мы наняли ведьмака 12 апреля мы разбили лагерь и провели предварительную рекоменцировку 16 апреля бла-бла-бла-бла-бла а споры все не утихают ведьмак не советует продолжать нам экспедицию кто-то снова вспоминает легенду о проклятии 20 апреля вход в подземелье действительно защищен барьером мы ждем возвращения ведьмака который должен использовать фиолетовый рубин чтобы фрагмент не разборчив уже догадались наверно что вход закрыть не случайно хорошо что они не пытались попасть внутрь без ведьмака ну вообще-то я там была в этих руинах я ничего нет как бы нет медальон дрожит это место силы просто я как бы здесь была уже магический барьер серьезно ой боже серьезно так а я же ребята я не могу пройти так но я их выскала уже эти подземелья не любишь серебро да но ведь я обыскала эти подземелья ребят но ведь обыскала же я просто не в ней не знаю что еще здесь надо я нашла здесь все не ну ладно конечно а подождите я не ходила сюда я пошла налево и на выход сразу все я не была еще вот тут так все вот оно а я думаю что такое ведьма он обрушил свод на врагов и при этом погиб сам так вот я все нашла все отлично теперь уходим отсюда так ну в общем то все ребята мы с вами выполнили задание так давайте заберем этот рубин все они не будем открывать здесь проход людям так ведьмачьей древности школы монтикором мы с вами разберем в следующий раз потому что у меня есть чувство что там будет ганза а на ганзу обычно уходит достаточно много времени вот поэтому немножко обождем и продолжим уже в следующий раз а на этом пока что все всем большое спасибо за просмотр ребят и всем пока спасибо за просмотр